Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. У нас сегодня болтологическое парфюмерное видео. И я расскажу вам обо всём, что связано со стойкостью аромата. Почему это самый дурацкий вопрос, который можно задать о парфюме? Что делать, если аромат на вас не стойкий? И почему на самом деле стойкость это далека не самая важная характеристика в оценке аромата? Давайте сразу разберёмся, что стойкость, что шлейфовость, это и то, и другое технические характеристики парфюма. И очень многие люди эти технические характеристики между собой путают. Стойкий аромат – это тот аромат, который долго держится, в то время как шлейфовость – это момент того, насколько активно аромат распространяется от точки своего нанесения по окружающему пространству. Очень часто стойкость и шлейфовость друг другу противоречат, потому что есть очень летучие компоненты, которые, соответственно, быстро распространяются по воздуху, ну, как, например, тот же самый запах цитрусовых. Начните чистить апельсинку в одном конце квартиры, и тот, кто находится в её другом конце, почувствует. При этом, если вы начнёте резать также ванильный стручок, вряд ли это произойдёт, потому что у цитрусовых вот эти свойства летучести, и, соответственно, у синтетических компонентов, которые воспроизводят цитрусовые ноты, они гораздо выше, чем у многих других. Но цитрусовые – это нестойкие компоненты, чаще всего. Зафиксировать их и удержать на коже, вот как раз-таки за счёт того, что они стремятся куда-то в полёт, очень тяжело. В то же время восточные, древесные, удовые, кожаные ноты, как правило, сидят ближе, плотнее к человеку, и, возможно, из-за этого, а возможно просто потому, что такие их особенности дольше держатся. Когда люди спрашивают, стойкий ли аромат, они не учитывают той простой вещи, что все люди разные. У всех у нас разная кожа, у всех у нас разные особенности, разный образ жизни, и из-за этого ароматы на всех на нас держатся по-разному. То, что у меня кожа, в общем-то, ароматы держит довольно неплохо, я не могу сказать, что это идеально, но неплохо. То, что на мне может быть стойка на практически целый день, на ком-то другом может слететь буквально за пару часов. И вот что получится, что я сказала человеку, что да, аромат стойкий, он его себе приобрёл, нанёс, и выяснилось, что он с него слетел через час, через два-три часа. А получается, что вроде как я соврала, хотя на самом деле я не врала, потому что на мне это держится иначе. А есть наоборот аромат, например, тот же самый Blue Narciss от Hermes, который мне чертовски нравится, но который держится на мне чуть больше часа. И это совсем обидно, потому что хотелось бы всё-таки, чтобы он был немножечко-немножечко подольше. Я не говорю про там 10 часов в ношении, ну хотя бы часа 2,5 было бы круто. Существует? Нет, подождите. Вот. Собственно, почему это всё происходит? Почему такие разные показания? Почему такие разные сведения? Потому что стойкость аромата тестируется при производстве парфюмерии на, если мне не изменяет память, выстиранной хлопковой тряпочке. Никак не на коже, никак не на чём-то живом, просто на ткани. И на ткани именно оценивается стойкость. И существует градация. Да, у нас одеколон должен держаться столько, там туалетная вода столько, парфюмерная столько. Но это, опять же, это как бы в вакууме, если взять, что в разных концентрациях в аромате всё равно одни и те же компоненты использованы. На самом деле это не совсем так, потому что очень часто так бывает, что те компоненты, которые прекрасны, вот именно вот в этой процентовке, в более высокой или в более низкой процентной ставке, они звучат менее красиво. Или, возможно, они звучат красиво, но они звучат совершенно неузнаваемо. Именно поэтому разговоры о том, что аромат сделан хорошо, но не стойко. Давайте, может быть, просто сделаем то же самое, но просто, чтобы держалось в три раза дольше. Они не работают. Потому что это может быть сделано и уже существует из тех же компонентов. Но это настолько неузнаваемо, что вы совершенно не проведёте никаких параллелей. И то, что вам так нравится, вот в этой мадиколонии, но вам не хватает в нём стойкости, в версии духи может быть совершенно не про вас. И вам совершенно не нравится. Поэтому далеко не всегда парфюмеры в состоянии выпустить, например, туалетную парфюмерную воду и духи из одних компонентов, с одним звучанием, но просто в разной концентрации. Увы, так не работает. Есть несколько мифов, связанных со стойкостью аромата. Это то, что аромат не стойкий, это аромат плохой. Это не так, потому что стойкость может быть связана с концентрацией, стойкость может быть связана с индивидуальными особенностями вашей кожи. Стойкость может быть... Невысокая стойкость может быть задумкой создателя для того, чтобы этот аромат был таким вот лёгким, свежим и едва-едва ощутимым от вас, как будто бы по английскому протоколу, и такие ароматы тоже ведь имеют права на существование, например, перед сном или когда вы только вышли из душа, и вам хочется продлить вот это ощущение свежести, и вам совершенно не нужны эти многочасовые шлейфы, потому что вы привыкли, допустим, с утра носить один аромат, а потом во второй половине дня менять его на какой-то другой, более концентрированный. Поэтому нет. Стойкость и хорошесть аромата – это не взаимосвязано между собой, потому что есть масса отвратительных ароматов, которые очень стойкие. К слову сказать, то же самое касается и подделок. Подделка и нестойка – это не синонимы, потому что есть подделки, которые сделаны из какой-то совершенно непонятной гадости, которые сделаны из абсолютно неизвестных компонентов, но при этом они будут держаться абсолютно намертво. Такое бывает часто. Можете, вот если интересно, сходите в переход куда-нибудь, найдите там палатку с подделками, поэкспериментируйте там, посмотрите, сколько это будет держаться. Некоторые просто топором не вырубишь с кожи. Также существует миф о том, что аромат натуральный – это аромат стойкий, а соответственно, чем менее стойк аромат, тем больше в нем синтетики. Развеете этот миф? А причем не просто синтетики, а дешевой синтетики. Развеете этот миф очень просто. Возьмите эфирное масло, нанесите на кожу и понаблюдайте за тем, через какое количество времени это эфирное масло с вашей кожей испарится. Я вас уверяю, что тот же самый, вот, например, танжерин 100% очищенный сайхерб, который у меня здесь есть, он улетит очень и очень быстро, просто потому что это особенность эфирного масла, особенно цитрусового эфирного масла, оно быстро слетает с кожи, с этим, увы, ничего невозможно поделать. Понятное дело, что, да, если вы нанесете эфирное масло почули, в силу особенностей этого компонента, держаться оно будет подольше, но я не могу сказать, что сильно дольше, чем аромат, составленный из синтетического компонента, там, той же самой молекулы Clearwood, имитирующей запах почули. Также стоит отметить, что синтетика – это не нестойка, и синтетика – это не дешево, потому что на разработке синтетических молекул корпорации тратят огромные деньги, порой гораздо больше, чем на сборы, на производство сырья из тех же самых апельсинов, или мандаринов, или жасмина. Синтетика – это порой гораздо дороже, и гораздо даже качественнее, чем натуральная. Но это не предмет разговора. Как можно продлить стойкость аромата? В первую очередь увлажнять вашу кожу, потому что, когда кожа увлажнена, она вот эту моцлинистую, скажем так, часть аромата, ну, там, где какие-то натуральные масла, где какие-то синтетические молекулы, но они все-таки чуть-чуть такие вот маслянистые сами по себе, кожа съедает медленно. Если кожа сухая, она это все впитывает достаточно быстро, и, соответственно, аромат с кожи слетает быстрее. Приобретите себе какое-нибудь молочко с максимально нейтральным запахом, которое будет пахнуть просто молочком или кремом для тела, ну, или, если ваша возможность позволяет, конечно, приобретайте полностью банную линейку, но, правда, банные линейки есть не у всех брендов. И таким образом всегда можно продлить стойкость аромата. Можно взять, в конце концов, флакон с собой, или отлить немного ватамайзер и освежить аромат. Но я заметила, что те, кто любят часто освежать аромат, это те люди, которые любят в аромате верхние ноты, которым нравится вот это ощущение старта парфюма, а база их не интересует, и из-за этого, ну, поскольку обоняние, возможно, неинтересно, оно начинает отключаться и делать вид, что ничего не происходит, больше ничем не пахнет, и человек поэтому просто освежает аромат на себе. Извините. Сделаю глоток, потому что голос начинает немножко садиться. Также к вопросу, кстати, о количестве пшиков. Уменьшайте количество нанесения аромата. Два-три пшика парфюма – это то, чего более чем достаточно. Те люди, которые любят сделать вот так, как правило, чаще всего на стойкость аромата и жалуются. Почему? Потому что обоняние, оно просто устает. Ему надоедает ощущать этот аромат постоянно. И оно, как, в общем-то, и масса других вещей после перегрева, перегрузки, просто выключается и говорит, «Все, я так больше не могу, отстаньте от меня, я не работаю». Если вы начнете сокращать количество пшиков, я не говорю, конечно, там один, хотя есть те, кто и один, и чувствуют аромат прекрасно, два-три, максимум четыре пшика – это то, что позволит вам ощущать аромат в течение всего дня, и при этом это не убьет ваше обоняние, не выключит его. Соответственно, тогда наносить аромат, да, немножко подальше от лица, потому что на лице аромат, ну, то есть, если нос это будет постоянно ощущать, то, соответственно, да, он точно так же может быстро устать. Также не стоит забывать о том, что аромат можно наносить не только на теле, но также и на ткани, и также на волосах. Существует миф о том, что якобы содержащийся в парфюме спирт убьет ваши волосы. Но если вы нанесете один пшик на всю шевелюру с погрешностью на то, что мы пользуемся лаками для волос, пенками для волос, смоем шампунями часто с содержанием каких-то не самых полезных компонентов, просто живем в агрессивной среде, мегаполиса или какого-то, в принципе, города, где выхлопные газы, где селитрой посыпают вот этой вот солями калия, посыпают асфальт, чтобы растворялся снег, из-за чего растворяются обувь глаза и собачьи ноги. Вот в сравнении со всем вот этим вот, пшик парфюма на волосы, это, знаете, как уколы волкой для слона. То есть это совершенно невозможно почувствовать практически. При нанесении аромата, собственно, на неорганические ткани или на волосы, которые, конечно же, органика, но впитывает в себя все гораздо меньше, аромат будет держаться дольше. Если вас совсем уже пугает вот этот вот момент, связанный с волосами, приобретите себе тогда дымку для волос. У некоторых брендов они есть. Я знаю, что они есть у Bayreda, я знаю, что они есть у Yves Saint Laurent некоторых ароматов, у Chanel, я думаю, что если поискать и заморочиться, можно найти много у кого, наносите дымку на волосы. Она, кстати, еще и с ухаживающими компонентами, и тем самым волосы ваши будут еще и дополнительно получать дополнительный уход. А так один пшик ничего страшного с волосами не сделает. Вот, собственно, наверное, это все, что я хотела рассказать по поводу стойкости. Еще раз хочу сакцентировать ваше внимание, что, наверное, единственный критерий, единственный показатель, по которому можно выбирать ароматы только по стойкости, это отсутствие возможности регулярно покупать новые флаконы. Во всем остальном я призываю вас не ограничиваться только стойкими ароматами, потому что таким образом вы закрываете для себя невероятно прекрасный мир одеколонов, невероятно прекрасный мир легких туалетных вод и чего-то тому подобного. Обязательно напишите мне в комментариях, что для вас стойкость аромата, потому что для меня она не значит практически ничего. Ну, то есть, как я уже сказала, если аромат, конечно же, держится всего лишь час, это обидно. Если аромат держится два с половиной часа, это уже, я считаю, неплохо, и такими ароматами я с удовольствием пользуюсь. А те, которые держатся меньше, я перевожу просто в формат домашних, которые я ношу, например, перед сном. Это то, с чем мне легко заснуть. И потом, совершенно неважно, остался он на моей коже или слетел с нее. Все, спасибо вам за внимание, всего доброго, пока-пока.